Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава второй книги «Царство» или «Царей», как она называется в традиционном русском переводе синодальном для библейского портала «Экзегет», читаю свой перевод. Ну вот, в девятой главе у нас был маленький такой эпизодик истории, и глава коротенькая про то, как Давид оказал милость сыну Йонатана, своего друга, и внуку Саула, царя, который был до него. И это было достаточно неожиданно, потому что он, собственно говоря, соперника, возможного соперника, приютил за своим столом и дал ему место вот прямо рядом с царским дворцом. И мы можем подумать, что Давид — это такой пацифист, который со всеми дружит, всем радуется, абсолютно нет. Десятая глава уточняет этот момент. Значит, в девятой мы видим кого? Инвалида, у которого есть основания опасаться, что Давид его убьет, но Давид к нему относится милость, и вот в память о своем друге, Йонатане, отце этого молодого человека с проблемами с ногами. А в десятой главе совершенно другая история. Это уже отношение между царями, которые в силе. Вот одно дело — несчастный человек, осиротевший, к тому же, с инвалидностью, и к нему Давид относится по одному, а другое дело — соседний царь. После этого умер Нахаш, царь Аманитян, соседний народ Аманитяне, и новым царем стал его сын Ханун. Тогда Давид решил, я выскажу почтение к Хануну сыну Нахаши, как его отец проявлял почтение ко мне. Ну, понятно, дипломатический этикет, да, то есть восходит новый царь на престол, надо послать посольство, дары принести, там какие-то слова сказать, соболезнования, с другой стороны, о дружбе. Давид послал своих служителей выразить ему соболезнования о смерти отца. Когда слуги Давида прибыли в страну Аманитян, князья Аманитские сказали своему господину Ханону, думаешь, Давид отправил к тебе послов выразить соболезнования, чтобы почтить память твоего отца? Нет, они пришли в наш город на разведку, чтобы все тут разузнать, и потом его захватить. Вот зачем послал к тебе Давид своих слуг. Ну, надо сказать, что дипломатическая служба и разведка всегда шли рука об руку, и понятно, что на самом деле, наверное, наверное, отчасти эти князья были правы. То есть слуги Давида должны были, естественно, потом составить подробный отчет о том, что они увидели. И учитывая, что Давид много воевал, можно считать это опасным для будущего этого самого царства Аманитян. Ну, а тот молодой царь, он очень горячий, ханул, схватил слуг Давида, обрил им пол головы и обрезал наполовину одежду снизу до бедер. Но бритье головы, конечно, было ритуальным действием, в основном во время траура. Обычно носили длинные волосы, а голова, бритая наполовину, это такой позор. То есть, и тем более, им еще отрезали снизу одежду. То есть, ну, грубо говоря, они с голой задницей оттуда ушли наполовину. И это, конечно, ситуация жесткого очень оскорбления. Вот зачем это делает ханун? Непонятно, да, вот такой импульсивный жест. В дипломатии всегда приходится где-то идти на компромиссы, ханун совершенно на это не идет. Об этом сообщили Давиду. Тогда он отправил им навстречу другие ганцов, потому что эти люди были слишком обесчищены. Царь передал им, оставайтесь в Иерихоне, пока у вас снова не отрастут бороды, и тогда возвращайтесь. Вот даже тут не очень понятно, он им обрил что, волосы или бороды, или то и другое сразу. И он, царь им передает, чтобы они пришли в нормальное состояние. Одежду им, наверное, там дали, конечно, какую-то. Но пока они в таком позоре, лучше им переждать, да, потому что зачем им показывать этот свой позор. Интересно, что Давида беспокоит достоинство его слуг. Интересно, что очень часто люди верующие, они считают, что у человека нет никакого достоинства, он грешник перед Богом. А Давид так не считал. Царь передал им, значит, оставайтесь в Иерихоне, пока у вас снова не отрастут бороды, и тогда возвращайтесь. Аммонитяне увидели, что стали ненавистны Давиду, и тогда они отправили гонцов и наняли Ромеев из Бетрихова, и Ромеев из Цавы, 20 тысяч пеших воинов, а еще царям Аху с 12 тысяч человек из Това. Смотрите, такой очень интересный и показательный пример. Аммонитяне боятся, что Давид узнает о них, что у них там в их стране, в их столице. Вдруг он на них нападет, и они делают что-то такое, после чего Давид не может не напасть. Вот часто люди, или даже целое общество, страны, они так себя ведут, как будто вокруг них одни враги. И тем самым они провоцируют вражду, тем самым они вынуждают других относиться к ним, да, как к врагам. И вот даже, может быть, такой психологический элемент здесь есть. То есть человек думает, а вот они все против меня, они все на меня нападут, давай-ка я сам на них нападу первым, чтобы уже не было этой проклятой неопределенности. И вот проклятой неопределенности нет. Готовится война, они собирают разных других воинов, откуда только могут пригласить, и они уже идут на траты серьезные, они уже платят деньги наемникам. Когда Давид услышал об этом, он отправил туда Юава, и все доблестное войско. Юав его военачальник главный. Амонитяне вышли на бой, выстрелились у городских ворот, арамейцев и Иерехов, а также люди Махи и Това стояли отдельно в поле. Вот позвали, но как-то вот расположились порознь, то есть на самом деле нету такого единого строя. Юав увидел, что неприятель расположился и спереди, и сзади от него. Тогда он избрал себе самых лучших воинов в Израиле и поставил их против арамеин. Остальной народ он передал под команду, обещая своего брата, и поставил его против амонитян. Он сказал брату, если арамеи начнут одолевать меня, ты мне поможешь, а если тебя начнут одолевать амонитяне, я приду к тебе на помощь. Крепись, будем стоять за наш народ и за города нашего Бога, а Господь пусть сотворит, что ему угодно. Ну вот такая очень вдохновляющая, короткая речь, которая ясно показывает его настрой. То есть будем драться, а уж как Бог даст, мы не знаем. Юав с воинами, которые были у него, вступил в бой с арамеями, они бежали от него. Когда амонитяне увидели, что арамеи бегут, они тоже побежали от Авиши и скрылись в городе. А Юав вернулся от амонитян в Иерусалим. Ну, да, такой контраст, вот эти такие невротичные амонитяне, которые сами себе войну на свою голову наводят, и Юав такой вот служака-воин, который вот драться так драться, ну, а говорить тут особо нечего. Арамеи видят, что потерпели поражение, от израильтян собрались все вместе. Хададезер, арамейский царь, отправил гонцов и привел тех арамеев, что жили за рекой Ефратом. Они пришли к Хеламу, а командовал и Мишовах, и начальник Хададезера. Ну, да, а эти, хотя они всего лишь наемники, им как-то стало обидно, нас разбили, что надо как-то за себя постоять. Когда об этом возвестили Давида, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и подошел к Хеламу. Арамеи выстрелились напротив Давида, вступили с ним в бой. Бежали арамеи от израильтян, а Давид уничтожил 700 колесниц и 40 тысяч пехотинцев. Сразил он их военачальник и Шуваха, который там и умер. Когда все подчиненные Хададезеру цари увидели, что потерпели поражение от Израиля, то заключили с Израилем мир, наконец-то, и стали ему служить. То есть, условия мира были не в их пользу. Претерами опасались помогать амманитянам. Ну, тоже такая мелкая глава. Зачем она, собственно, нужна? Ну, во-первых, показать, что Давид высоко ставит честь своих слуг. Он идет на войну, потому что его послов оскорбили. Понятно, что оскорбление, нанесенное послу, оно символически наносится не личности посла, оно наносится пославшему, то есть, самому Давида. Но, вот, одновременно мы видим, что для него это достоинство очень важно. Как он в девятой главе приглашает за свой стол потомка предыдущего царя Саула, здесь он мстит за оскорбление своих послов. И, конечно, такой довольно поучительный текст о том, как иногда люди затевают войны, ну, потому что не боятся войн. И, собственно, это их и толкает на начало какой-то военной авантюры. Ну, а что произошло еще вот в этой военной кампании и в других военных кампаниях об этом, следующие главы Второй книги царей. Второй книги царей. Второй книги царей. Второй книги царей. Первая книга царей. Первая книга царей. Постой.